Ну а в это время в мире стремительно растет спрос на уран, металл, является основой атомной энергетики и имеет стратегическую важность. Особенно в контексте борьбы с изменением климата и перехода к альтернативным безуглеродным источникам энергии. К нам присоединяется международный обозреватель Сандугаш Байгуаныш. Приветствую, Сандугаш. Есть ли предложения на такой растущий спрос? Какие новые месторождения урановой руды появились в мире? Пожалуйста. Да, совсем недавно в Финляндии объявила о добыче урана на руднике в Садкамо. И, кстати, там же находятся залежи никеля и цинка, которые необходимы при производстве и изготовлении батарей для электромобилей. Все больше стран нуждаются в уране при переходе на зеленую энергетику. Аналитики Bloomberg утверждают, что спрос на металл не соответствует объемам добычи. Как это отражается на горнодобывающей промышленности, расскажу прямо сейчас. Долгое время атомная энергетика находилась в тени, особенно после катастрофы на Фукусиме в 2011 году. Но по мере того, как изменение климата усиливалось, правительство по всему миру вновь привлекла безуглеродная энергия, производимая ядерными станциями. Интерес к урановым месторождениям продолжает расти. Привлекательность радиоактивного металла на рынке можно отследить по его стоимости. По данным Bloomberg, за последние пять лет уран подорожал на 233%. Это втрое выше показателей по меди и золоту. Атомная энергетика неизбежна, так как является существенным элементом в нашей борьбе за снижение выбросов. Это потребует большого количества денег, поэтому нужно, чтобы были мобилизованы все средства для достижения целей. Финансы и человеческие компетенции в добыче урана и производстве энергии. Рост цен на уран также повлиял на фондовый рынок, где трейдеры активно скупают акции. Стоимость некоторых горнодобывающих компаний в Канаде за последние четыре года выросла на 400%, сообщает Bloomberg. Теперь рыночная стоимость канадского предприятия по разведке и разработке урана NextGen составляет почти 4 миллиарда долларов. Финляндия первой в Евросоюзе приступила к добыче урана на руднике в Саткаме. Металл будут отправлять за границу для переработки и в дальнейшем использовать в атомной энергетике. Горнодобывающее предприятие в Финляндии выйдет на полную мощность к 2026 году. К тому моменту уровень производства хотят довести до 200 тонн в год. Однако этот показатель совсем небольшой и хватит для обеспечения внутренних потребностей, утверждают местные аналитики. Для сравнения, средний объем мировой добычи урана около 50 тысяч тонн. Сейчас в Финляндии эксплуатируются две АЭС, производящие около 30% необходимой электроэнергии. Сегодня мировым лидером в добыче урана является Казахстан. Объем производства в нашей стране металла за 2022 год составил 21 тысячу тонн. За нами следуют Канада и Намибия. Потребность в данном сырье растет так, что в следующем десятилетии разрыв между спросом и предложением может превысить 100 миллионов фунтов. Об этом заявил президент TradeTech, поставщика данных для отрасли. Наибольший интерес к выработке электроэнергии из урановой руды исходит со стороны Китая, Индии, Японии, США и стран Европы. Франция безусловный лидер в Евросоюзе в области атомной энергетики. В Пятой Республике на долю АЭС приходится около 70% всего вырабатываемого электричества. Себе хватает и, как говорится, соседям на экспорт остается. В прошлом году французские власти объявили о строительстве 14 новых ядерных реакторов. А вот соседняя Германия отказалась от атомной энергетики. Последние реакторы в стране были отключены от сети в апреле 2023-го. В совокупности страны Старого Света производят около четверти энергии из атома. Мы должны сделать все возможное, чтобы увеличить нынешнюю ядерную мощность. В настоящее время она составляет лишь 10% мирового производства электроэнергии. Но я уверен, что без развития атомной энергетики у нас нет шансов достичь наших климатических целей вовремя. Особенно там, где у возобновляемых источников энергии нет большого потенциала. Ренессанс атомной энергетики наблюдается не только в странах Старого Света, но и на Ближнем Востоке. К примеру, в Иране, несмотря на иностранные санкции, к 2041 году власти планируют построить еще 5 АЭС в своей прибрежной полосе. Коллеги, хочу отметить, что на данный момент по всему миру строится 61 атомная электростанция. И еще около 90 находятся на стадии планирования. Пусть все это развитие урановой технологии будет только в мирных целях. С нами была Сандугаш Буэй Гуаныш и рубрика «Контур мира». Спасибо. Спасибо. Спасибо.